В Камрате состоялся круглый стол, на котором обсуждалась идея создания в автономии новой общественной организации, которая объединила бы всех общественных деятелей, руководителей, власть, народных избранников, простых граждан вокруг одной цели – вернуть Гагаузии полномочия, которые, по мнению выступающих, за последние годы были намеренно урезаны центральными властями. Идея давно назрела, отмечали практически все участники круглого стола. Настало время серьезных действий. И собирается делать это организация, которая поможет нам отстаивать свои права и полномочия. Мы сегодня обговорили о том, что действительно такая организация нужна. Организация, которая может в дальнейшем стать национальным советом Гагаузии, для того, чтобы в дальнейшем поддерживать, помогать руководству Гагаузии, и с полкомом Гагаузии, и народным собранием, для того, чтобы защищать интересы Гагаузии. С организацией Милет Сан-Джесы высказался, что мы пойдем именно за теми предложениями, которые поддерживает весь гагаузский народ. То есть идея, что мы должны советоваться с жителями Гагаузии. Это очень приемлемо, очень нормально и хорошее. Мнения участников круглого стола были самыми разными. Большинство из них согласились с тем, что сегодня очень важно для Гагаузии объединиться в единую общественную организацию. Однако нужны сильные аргументы, которые объединили бы не только руководителей и общественных организаций, но и простых граждан. Вот аргументом сильной всей Гагаузии – это наши полномочия. И мне кажется, что удастся ли нам, Ирину Федоровну, всех собраться сюда и кончить свои личные интересы, Николай Карлампель, и мы должны все объединиться, тогда, может быть, пойдет возвращение нашей полномочии и спасение нашей Гагаузии. Здесь высказывали всей. Единая мысль – давайте закончим партиями. Никто не одобряет партии. Партии, ни одна партия, республиканская партия, не дала нам никаких плюсов. Нас всегда водили за нос, нас всегда улыбочками обманывали, нас всегда чем-то завтрашним днем кормили. Сегодня 21 век, сегодня мы живем в центре Европы, сегодня мы обязаны решать вопросы конституционно. Это мое личное мнение, но для этого мы собрались, что вы сегодня высказываете мнение от радикальных до конструктивных, и в этом формате, а еще с привлечением и представителей исполкома, и представителей других организаций. А поверьте, если мы сегодня скажем, что мы объединяемся, поверьте, завтра к нам придут и другие. Гагаузия нуждается в объединении. И очень ярким тому примером служит вчерашняя сессия заседания Народного собрания. Когда, казалось бы, вопрос о сохранении и развитии гагаузского языка, то есть вопрос, который отражает нашу национальную идею, должен был всецело поддержан быть абсолютно всеми депутатами Народного собрания. К сожалению, мы этого не увидели. Лидер общественной организации «Арколык» Леонид Добров довольно резко выступил на данном мероприятии. Он отметил, что для того, чтобы быть услышанным в Молдове, необходимо объединить силы для того, чтобы бойкотировать предстоящие выборы в парламент Республики Молдова. Кардинально, чтобы на нас обратили внимание, что хватит взлетать с нашего полномочия, хватит, пора уже начать нас уважать. Только бойкотовое движение давно назревало, оно уже созрело, оно чуть-чуть даже перезрело. Просто никто не мог начать ее организовать. И вот спасибо Дудоглу, что все-таки он умел, он перешагнул через личностные амбиции многие, пригласил абсолютно всех. Кто пришел, кто не пришел, это вопрос другой. В следующий раз придет те, кто не пришел сегодня. Но попытка объединить, она жила в умах населения, все об этом говорили. И вот он начал сегодня именно это реализовать. Я считаю, что сегодняшний вот этот плодотворный конструктивный диалог дав возможность сегодня высказать каждому участнику этого круглого стола. И мы сегодня услышали очень много таких, ну прямо скажем, конструктивных предложений. И боль, крик души, они же передают буквально своих друзей, своих соратников, своих семей и так далее. Я думаю, что в перспективе вот это вот начало большого пути, который сегодня мы, Николай Харлампович, мы дали начало этому диалогу, даст положительные результаты, мы в это верим. Итогом круглого стола стало единогласное голосование всех участников мероприятия за создание новой организации. Был избран оргкомитет, который должен подготовить все необходимые документы для функционирования данной организации в Гагаузии.